Ну что, мыши прорвали оборону, в наглую разгуливают по всей землянке, и я жажду мести. Ну что, адская машина готова. Время 22.30. Лежу, отвечаю на ваши комментарии. Слышу звук бульк. Да ладно, быть не может. Неужели лед стал? Всем привет, с вами канал Календарь Рыбалова, меня зовут Алексей. После нескольких бессонных ночей, связанных с постоянными нападками серых пушистых террористов, наконец-то усталость взяла свое, и я все-таки заснул крепким сном. Ну и проснувшись сегодня, выглянул в окно и сразу схватился за телефон, чтобы посмотреть, какая сегодня дата и время. Потому что я увидел белую гладь на водоеме, и подумал, что не может же за одну ночь так быстро встать лед. Да тем более, что последнее время сильно штормило, а при большой волне лед становится намного сложнее. Да тем более, что на улице всего 2-3 градуса мороза. Но нет, на телефоне дата следующего утра и начало 11 утра. Поспал я хорошо, потому что лег я часа в 3 ночи. И вот в пол 11 по дороге к водоему я уже мысленно настраивал зимние удочки и готовился к рыбалке. Но нет, показалось. Это просто полный штиль, небольшой туман. Но с окошка я был уверен, что уже стал лед. Хотя я посмотрел по сторонам, в принципе, кое-где видно было, что стояли небольшие льдины. Но пока нет. Пока еще ждем морозов. По прогнозу, вот-вот они должны быть. Я думаю, что вода уже хорошенько остыла. И тем более, когда не будет ветра, лед встанет очень быстро. Даже при небольшом морозе. Я уже брежу зимней рыбалкой. Соскучился и по рыбалке, да и по рыбке, собственно. Не мешало бы пополнить съестные припасы за счет рыбы. Вот такая вот красота сегодня. Вдалеке даже какой-то рыбачок на лодке. Возможно, браконьер. Еще вчера ночью я хотел обшить этот угол войлоком. Но решил пока этого не делать. Потому что пока я не решу проблему с мышами, мне нужен будет доступ сюда, чтобы с ними как-то бороться. Иначе они за войлоком устроят себе хорошее гнездышко. Поэтому я решил заняться полочками. Я дорезал весь оставшийся ДСП. Полочек много не бывает. Все пригодятся. Даже вот такой вот небольшой кусочек встал сюда. Вот такая полка под столом для консервации. Внизу ящики с провизией. Запас воды. Аккумулятор. Еще решил навести порядок с мелким инструментом. Вот в ведрах гвозди, шурупы и разные мелочи. Решил их пересортировать. И спрятать под кровать, чтобы не мешались. И с другой стороны понимать, что они есть, когда понадобятся. А еще я принес немного камней. И сейчас сделаю раствор. И буду заниматься обкладкой печки. Вот речной песок в перемешку с поломанной мелкой ракушкой. И вот глина замоченная. Сейчас соединяю все вместе один к одному. Замешиваю хорошенько. И приступаю к кладке камня. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Для того, чтобы печь горела максимально эффективно, можно было приготовить еду и с другой стороны не было сильно жарко, я закладываю дрова необычным способом. Кладу один большой пенёчек в самый низ, а с краю и сверху укладываю небольшие дровишки, которые дадут достаточно жара для приготовления еды, а потом сам пенёчек будет потихоньку тлеть и давать необходимое тепло для землянки. Я уже примерно понимаю, какую закладку нужно делать, чтобы комфортная температура была внутри. Ну вот ужин готов, картошка, тушёная капуста, яичница, немного сала, сухарики и домашняя аджика. Маме большое спасибо, очень вкусно. Ну что, мыши прорвали оборону, в наглую разгуливают по всей землянке, капитулировать даже не думают, но как говорится, лучшая защита это нападение, поэтому я принял контрмеры, соорудил вот такую вот ловушку, это будет работать примерно так. Сюда я закреплю приманку для мыши и поставлю ведро таким образом, чтобы они заходили вот с этой стороны. И когда они перейдут к приманке, центр тяжести переместится и она провалится в ведро, а в ведро я сейчас пойду, хоть уже и давно темно, ночь, но пойду наберу воды холодненькой, пусть примут душ и подумают о своём поведении. Ну что, адская машина готова, вот я прикрутил кусочек сала на саморез, набрал ледяной водички и пришлось отбалансировать ещё дополнительно двумя саморезами, чтобы не перевешивало. Ну теперь всё отлично работает и я жажду мести. Время 22.30, лежу отвечаю на ваши комментарии, слышу звук бульк. Первый пошёл с лёгким паром, не думал что я такой кровожадный. Всем добренького утра, вчера заснув под этот приятный звук буль-буль-буль, я проснулся и сразу же пошёл проверить свою ловушку в надежде увидеть там целое полчища своих недружелюбных гостей. Но к сожалению за ночь больше никто не попался, один единственный жирный грызун, до сих пор там благополучно принимает водные процедуры. поэтому я даже не знаю что с ним делать, прибить жалко, наверное пойду его отпущу в привычную ему среду обитания. Показывать в кадре не буду, потому что могут удалить видео за жестокое обращение с животными, поэтому останется за кадром. Ну что ж, я отпустил пленника, немного заморочился, дошёл до самого края мостика, чтобы он набрался побольше впечатлений и рассказал своим соплеменникам как нужно вести себя в гостях. Ну а ловушка не совсем оправдала мои ожидания, я конечно надеялся, что она более эффективно сработает. Возможно нужно еще поэкспериментировать с прикормками, с приманками. Ну а так я понимаю, что самым лучшим средством это конечно же будет мой кот Найк. С нетерпением жду его прибытия, как только станет лёд, по льду на саночках он ко мне приедет. Ну а сейчас еще раз схожу к водоему, наберу немного речного песка, сделаю раствор и продолжу заниматься печкой. Ну а на этом буду с вами прощаться, всем спасибо кто меня смотрит, подписывайтесь, кому нравится ставьте лайки. Всего доброго, до следующего видео.